Интересно сказать о том, что и грудное молоко и менструальная кровь формируются из первоткани человека, то есть по сути из продуктов первичного переваривания пищи. У нас у человека есть 7 тканей, я их напомню, это субдоша, а ткани у нас такие, раса, это первая ткань, или продукты первичного переваривания пищи, ракта, это кровь, мамса, это мышцы, меда, это жир, асти, это кости, маджа, нервная ткань и шукра, шукра, репродуктивная ткань. Репродуктивная ткань, сейчас мы о ней будем говорить, это самая высокоорганизованная ткань. Это та ткань, которая дает рождение, продолжение жизни. А менструальная кровь и грудное молоко являются дополнительными тканями расадхату, то есть продуктов первичного переваривания пищи. Почему это важно знать, эту особенность? Важно знать, потому что когда у женщины нет месячных, мы завтра об этом будем говорить, или студные месячные, гинеколог рассматривает эту проблему исключительно с гормональной точки зрения. И дает все лечение на репродуктивные органы. А если эта дополнительная ткань формируется из продуктов первичного переваривания пищи, то хоть сколько вы не влияете на репродуктивные органы, толку не будет. Поэтому хорошее питание – это залог того, что и будет достаточно количества грудного молока, и будет достаточное количество менструальной крови. Это особенность. И так, последовательно развиваясь эти тутмы покушали, и последовательно из еды развиваются все семь ниже лежащих тканей. И шукра – это седьмая ткань, самая высокоорганизованная ткань. И есть такой препарат в аюрведе, завтра я его буду упоминать тоже. Он называется сапта-сара-кватха. Сапта-слово обозначает семь, а сара обозначает ткань. Тхату – это на санскрите второе название ткани – сара. То есть буквально сапта-сара обозначает седьмая ткань. Кватха обозначает отвар. То есть название лекарства буквально переводится – отвар для седьмой ткани. Как все просто. Завтра мы будем об этом говорить. Это очень важный препарат в аюрведе. Половина гинекологии, это точно. И теперь мы поговорим о шукре как особенностях развития репродуктивной ткани у женщины. В действительности шукра – это не только матка, яичники и яйцеклетка. У шукры намного более выражены и проявления, и функции. И вот несколько особенностей. Шукра или репродуктивная ткань присутствует в каждом организме уже при рождении. То есть даже родилась девочка два дня от роду, но шукра у нее уже есть. Но развивается или проявляет она свою активность, безусловно, аж туда, к пубертатному периоду, когда у нее самой не начнутся месячные. Это примерно с 12-15 лет. В зависимости от конституции и места жительства. Далее. В результате вот этого развития ткани образовалась шукра, и шукра дает рождение отжасу. Помните, отжас – это вещество счастья. Отжас. Так вот, шукра, подобно другим тканям, питает отжас. Это тоже ее функция. Шукра формирует эмбрион. В момент зачатия и формирования зиготы формируется эмбрион. Так вот, шукра формирует этот эмбрион и определяет пол будущего ребенка. Сбалансированная шукра дает силу женщине, обеспечивает эрекцию клитора, вырабатывает влагалищную смазку. Шукра очень сильно влияет на фертильность женщины. Фертильность – это способность зачать и выносить ребенка. Ну и, наконец, сама шукра является одной из семи тхатой, тхату, и поэтому без этой ткани жизнь невозможна. Как и, собственно, без любой другой. Кроме того, в аспекте репродуктивного здоровья и гормонального здоровья рассматривается молочная железа. Хотя физически, если мы посмотрим на анатомию физической молочной железы, мы увидим, что это в основном жировая ткань, немножечко мышечной ткани. Но традиционно она рассматривается в аспекте репродуктивного здоровья женщины. Вот это мы рассмотрели особенности психики, анатомии и физиологии женщины. Теперь рассмотрим возрастные этапы жизни женщины. Когда я говорил о биоритмологии, я рассказывал о возрастных этапах жизни человека в целом. В детстве доминирует капха. В периоде менструального цикла, то есть примерно от 15 до 50-55 лет, доминирует пита. И в старшем периоде начинает доминировать вата. Вата или ветер. Но это общее деление. Сейчас мы рассмотрим более подробно, как делится жизнь женщины с позиции ваты, питы и капха. Сначала мы рассмотрим детство и юность девочки и девушки. Первый этап в жизни ребенка или девочки называется бала. Бала в переводе с санскрита буквально обозначает ребенок. Действительно, девочка, ребенок. Это от рождения примерно до 10 лет. Даже до 12, можно сказать. Тоже в зависимости от конституции и места жительства. Что это обозначает? Это обозначает, что капха выражена в этот период максимально, а пита и вата примерно на треть. Это первый период бала. И мы можем видеть такое детское телосложение. Жирок, перетяжечки, попа, животик. Капха очень выражена. Затем примерно с 12 до 15 лет, опять же, в зависимости от конституции и места жительства. У южных девочек это случается раньше, потому что больше солнца. У северных девочек там солнца мало, и это может в месячный цикл проявляться и в 16-18 лет. То есть примерно в 12, может в 14 лет этот период называется кумари. Кумари. Кумари буквально обозначает девственница. Когда начинают проявляться какие-то признаки ее созревания, но месячных еще нет. Кстати говоря, кумари – это второе значение этого слова – алое. Цветок алое. Вера. Отсюда понятное влияние этого цветка на менструальный цикл девочки. Очень полезен для месячного цикла. И третий период детства и юности. Это примерно там от 12 до 16, от 14 до 16 лет. Этот период называется раджох-мати. Раджох-мати. Буквально период месячного цикла. Месячный. Раджох – это месячный. Второе название – менархи. Мы видим, что в это время капха начинает уменьшаться. Она уже занимает примерно треть. А пита достигает максимального уровня. Что и приводит к проявлению активности гормонов и началу менструального цикла. Действительно, у южных народов это происходит немножко быстрее. У северных медленнее из-за того, что солнца мало. Солнце – это концентрированное выражение огня в мироздании. С началом менструального цикла женщина, девушка, девочка, девушка вступает в период жизни питы. И он длится аж до завершения этого цикла. То есть, жизнь продолжается уже во взрослом периоде. И поэтому рассмотрим этапы взрослой жизни. Первый период примерно от 16 до 40 лет. Этот период называется явати. Явати. Или плодовитость. В самом названии есть объяснение. В это время у женщин, у девочки, у женщины выражено максимально пита. Менструальный цикл проявлен. И в это время это самое лучшее время для зачатия и вынашивания детей. Капха уменьшается еще больше. Вата остается по-прежнему где-то третьим. 40 лет считается максимальное выражение природы женщины. И максимальные потенциальные возможности женщины. 40 лет. Самый-самый расцвет. С 40 лет до 50 лет. Этот период называется прауда-вашта. Прауда-вашта. Или период зрелости. От 40 до 50 лет. Чем он отличается от периода явати, плодовитости? Тем, что вата начинает потихоньку увеличиваться. Если она там была одну треть, она уже поднимается до двух третий. Увеличение этой ваты неминуемо приведет к тому, что женщина будет утрачивать менструальный цикл. И поэтому примерно после 50-55 наступает период жизни женщины, который называется вритхи. Или период, у нас называется старость. Хотя не красивое слово, но так и есть. Особенностью этого периода является то, что увеличенная вата начинает погашать питу. И пита уменьшенная приводит к утрате менструального цикла. Но утрачивается он, конечно, безусловно, не у всех там 50 лет. У кого в 48, у кого в 50, а у кого в 55. А есть женщины, которые в 60 еще сохраняют менструальный цикл. Чем больше питы изначально у женщины, тем более вероятнее более длительный менструальный цикл. Но этот период, старший период, старость, это первый период, когда вата нарастает не очень быстро. Вата – это сухость прежде всего. У каждой женщины есть какой-то потенциал маслянистости. Чем больше маслянистости изначально в теле, тем медленнее нарастает сухость. Поэтому второй период после 50 лет, 55 и далее. Это так называемый период 2, старость. Период 2. Когда эта вата начинает нарастать более быстрыми темпами. Когда компенсаторные возможности маслянистости организма снижаются, и сухость проявляется во всей физиологии. И в коже, и в суставах, и в сосудах, и в мышцах, и в связках. И чем старше женщина, тем больше в нее ваты. Уже до конца дней, сколько Бог не отвел ей жизни, уже период не изменится. Вот эти особенности просто краеугольно используются в аюреде. Потому что нельзя переносить рекомендации с одной женщины на другую, не учитывая не только ее природу, но и период жизни. Например, если сбивается цикл у женщины 35 лет. Тогда мы должны положить все усилия для того, чтобы восстановить этот цикл. Потому что она еще живет в периоде явоти, плодовитости. А если женщине 45 лет, или скажем, 47 лет, у нее сбивается цикл, и у некоторых женщин есть ложное представление о том, что, конечно же, утрата цикла – это старость, не хочется стареть, поэтому давайте что-нибудь будем пить, лишь бы его поддерживать. Когда сбой цикла наступает в таком периоде жизни, уже аюреда это не рассматривает как болезнь. Поэтому поддержание этого цикла возможно, но принцип такой, что назначение трав, которое поддерживает цикл, какое-то минимальное. Если физиология откликается на это поддержание, и цикл восстанавливается – хорошо. Но если она не откликается, и цикл не восстанавливается, не следует увеличивать дозы или нагружать женщину какими-то месячно-глонными травмами, потому что она вступила или приближается к периоду, когда естественным образом этот цикл утрачивается. Когда же эта женщина делает сознательно, она может достигнуть каких-то плохих результатов. Это все равно, что загнанную лошадь гнать. Рассмотрим такую тему, как сексуальность и здоровье женщины. Я уже упоминал такого автора, как Пхава Мишра, который в своем труде по женскому здоровью раскрыл и эту тему. Буквально он сказал следующее. Есть три столпа женского здоровья. Есть три столпа женского здоровья. Хороший своевременный сон, хорошая своевременная еда и сексуальная удовлетворенность. Если одного из толпов нет в жизни женщины, ее трудно назвать здоровой. Поэтому, конечно же, еда и сон это более какие-то реальные вещи, но все-таки сексуальная удовлетворенность это не всегда, это более социальная проблема. Поэтому, когда на консультации приходится об этом говорить, многие женщины говорят, но я же не пойду на панель. Конечно, не надо идти на панель. Но заботиться о своем здоровье через деликатные эти моменты обязательно нужно. С позиции аюрведы также существует достаточное количество противопоказаний к занятию сексом. Их настолько много, что для современной женщины они могут показаться несколько неестественными. Итак, первая группа противопоказаний это занятие сексом во время менструации. Ну, это как бы естественное понимание. Почему так? Сейчас мы будем рассматривать менструальный цикл и я еще раз вам напомню, что менструальную кровь выводит апа-анавата. Выводит она ее вниз. Выводит через вагинальный тракт. Представьте, что во время выведения крови у женщины есть половые отношения. Это значит, что есть естественные препятствия свободному току крови. Это все объясняет. Поэтому с позиции аюрведы внутривагинальные гигиенические средства не просто недопустимы, а крайне опасны. Крайне опасны. Я имею в виду тампокс. Я не знаю, может что-то там еще есть. Но так как-то в последнее время его мало рекламируют. Любое препятствие по ходу естественного свободного течения менструальной крови приводит к неполному очищению. Невыведенная кровь в будущем является причиной всевозможных дисбалансов женского здоровья. Второе противопоказание к сексу. Различные состояния и ситуации в жизни. Я их буду перечислять, кому интересно, помечайте. Переедание, голод, жажда, страх, отвращение к партнеру. Ярость, горе, ревность, влечение к другому мужчине, секс против воли одного из партнеров, отсутствие сексуального желания, чрезмерное сексуальное желание, болезнь, инцест, это близко родственные отношения, ранние сроки беременности, это все противопоказания, а потом, да, да, раннее это первый триместр, допускается, вот, а также ситуация, когда один из партнеров слишком молод или слишком стар, так что секс может ему навредить, вот, это вторая большая группа, различные состояния ситуации, третья группа противопоказаний к сексу, это в плане времени и места, простите, слишком стар, это какой возраст как определить, слишком он стар или не слишком если это мужчина ваш, то вы в этот вопрос и задавать не будете себе, если это человек случайный, но всякое бывает, то конечно нужно сто раз подумать, что инфаркт его не хватило, в плане места и времени сексом нельзя заниматься в сумерки, полночь, во время солнечных и лунных затмений, в несчастливое время, в несчастливое время, тогда, когда кто-то умер, рядом лежит, я имею в соседней комнате, несчастливое время, а также в несчастливых и нечистых местах, в кладбище, в кладбище, в больнице, в несчастливых и нечистых местах, и последнее, неподходящее психологическое состояние партнеров, это стрессы, ссоры, очень важный фактор зависимость одного партнера от другого партнера, противопоказание к сексу, а также полная эмоциональная несовместимость. В аюрведе очень широко используются травы, которые называются афродизиаками, которые усиливают женскую природу, усиливают фертильность, способность зачать и выносить ребенка. Теоретически надо сказать следующее, что более всего подвержены этой проблемы женщины вата-конституции, то есть способность зачать и выносить ребенка, больше всего проблем встречают именно женщины вата-конституции. Главное понимание почему так, потому что у них доминирует сухость в теле, а сухость это та среда или такое состояние физиологии, в частности слизистой, которой оплодотворенные яйцеклетки трудно закрепиться на сухом. К тому же сама беременность как период жизни женщины и факт это состояние капхи. Плод начинает расти, оплодотворенная яйцеклетка начинает увеличиваться, формировать эмбрион и так далее, и так далее. То есть увеличивается структура тела женщины, а это капха. Поэтому женщины капха типа практически очень редко имеют проблемы с зачатием и вынашиванием. Маслянистости много, жира много, который питает. Это все положительные моменты. Женщины пита конституции 50-50, в зависимости от того, какая душа у них вторая. Если пита вата, то так, как вата. Если пита капха, то так, как капха. Но у самой питы тоже есть одна особенность. Это то, что кислая среда в физиологии женщины конституции питы всегда доминирует. Кислый вкус это пита. В том числе и внутри вагинальная среда. Она, как правило, очень кислая. А кислый вкус разрушает сперматозоид. И поэтому не способность зачать ребенка с позиции аюрведы для женщин конституции питы это прежде всего повышенная кислотность внутри вагинальной среды. Ну, наверное, женщины и знают, что для предохранения многие используют генические средства на кислой основе. Уксус, лимон и так далее. Потому что это действительно противодействует зачатию. Одна из самых главных трав, которая используется в аюрведе для поддержания фертильности это шатавари. Мы о ней уже упоминали, когда я читал лекцию по препаратам, по лекарственным формам и травам. Шатавари буквально переводится как имеющая сто мужей. Даже в самом названии есть указание на то, что женщина легко может зачать ребенка. Кроме того, по природе своей шатавари сладкая трава, а сладкий вкус увеличивает капху и уменьшает вату. Сама шатавари не только способствует фертильности, но и способствует хорошему протеканию беременности, спокойному, без урос срывов, без спазмов, без всяких проблем. Кроме того, используется алоэ, помните, я уже говорил, кумари, кумари переводится как девственница или алоэ. Алоэ вера это идеальный тоник, особенно для женщин, для девочек, у которых формируется менструальный цикл. Это не только алоэ, как в таблетках, это и сок алоэ, который очищает первые две ткани, расу и ракту, а менструальная кровь, вы помните, формируется из расы. Также, конечно же, используются не только травы для поддержания эффективности и здоровья женщины, но и используются продукты, которые укрепляют здоровье женщины. Прежде всего, это топленое масло, мед, молоко, разумеется, в тех количествах, которые соответствуют конституции женщины, а также некоторые специи, такие, например, как шафран, алоэ, как трава и специи мы можем рассматривать и так, и так. Кроме того, для поддержания женского здоровья мы используем в аюведе масляные массажи, опять же, по той причине, что масло успокаивает вату. если женщина капха конституции и эти массажи то не очень не нужны. Так иногда, а вот для ваты много масла не бывает. Также в целом все продукты, которые успокаивают вату, это свежеприготовленная жидкая, полужидкая, теплая, маслянистая еда, всегда полезна для женского здоровья. Очень важно не подавлять естественные позывы тела к очищению, то есть не подавлять дефекацию, мочеиспускание и не препятствовать свободному току менструальной крови. физические нагрузки также имеют большое значение. Чрезмерные физические нагрузки всегда увеличивают вату. Конечно для женщин периода 30-40 лет, когда уже у них за плечами была беременность, наверное это может быть и не так важно, но для девочек, у которых формируется менструальный цикл это очень важно. Из своего опыта я могу сказать, что девочки профессиональные спортсменки, гимнастки в 10 лет, теннисистки, биуни, акробаты и так далее, такие колоссальные нагрузки, то у них вечная чехарда с этим менструальным циклом. Профессиональный спорт к сожалению это нездорово. физиология личных отношений такая тема под тема. любые отношения прежде всего формируются в нашем сознании. Мы рисуем себе воображаемый образ. Мы хотим встретить такого мужчину, женщина хочет встретить такого мужчину, так он должен выглядеть, так он должен ее на руках носить. Естественным образом ее мысли все устранены, она влюблена, она счастлива, когда такого встречают мужчину. Другие аспекты жизни уходят на второй план, она может не замечать элементарных вещей, это все как бы хорошо, влюбленность, но помните, что целостность жизни это не только в данном случае любовь, это и другие аспекты жизни. Важно рассмотреть, как доши влияют на личные взаимоотношения женщины и мужчины. Если у женщины доминирует вата, то естественно, что ей с партнером ваты какое-то время очень интересно общаться. общие темы для разговоров, общие ценности, общие какие-то перспективные задачи, общее увлечение. Но две ваты лишены грубых материальных первоэлементов воды, огня и земли. Помните, вата состоит из пространства и ветра. Как говорится, две ваты что-то материальное создать не могут из-за отсутствия грубых первоэлементов мироздания. И хотя с одной стороны у них общие интересы, но есть всегда недостаток особенно огня, а значит энергии, поэтому все это часто заканчивается словами, не доходя до дела. Две питы также, если женщина пита и мужчина пита, также первое время очень увлечены общими опять же приоритетами в жизни, общими вкусами, общими целями, таким одинаковым поведением. И это тоже не может долго продолжаться, потому что любое какое-то непонимание, любая размолква приводит сначала к спорам, затем эти споры перерастают в ссоры, в обиды, и подобное качество увеличивает подобное, два огня всегда две капхи тоже увлечены общими сначала интересами замедлено, никуда не спеша, откушают медленно, думают медленно, делают медленно. Нет у них ветра, нет у них пространства, нет у них мотивации должной, и поэтому, я скажу украинской мовой, таких могут и кури загребты. Поэтому Аюльведа говорит, идеально, когда мужчина и женщина обладают противоположными качествами, идеально, когда женщина и мужчина обладают противоположными качествами, но еще лучше, если мужчина обладает сильными качествами, а женщина обладает слабыми качествами, тогда с позиции современной жизни принятие подчиненное положение намного проще она чувствует себя за мужем почему мы так говорим замужем а не за женой потому что это закон природы и поэтому если у женщины конституция например пикта вата а у мужчины конституция пикта капха это вообще один из самых лучших союзов главное что у то у женщины мужчина пита но при этом женщина вата получает недостающие качества от мужчины капхи и наоборот мужчина капха получает недостающие качества ваты от женщины как это выходит энергии их объединяет и женщина энергичная мужчина энергичная но ваты питы быстро устают вата не сильная по своей природе а ваты пита капхи это такие бычок как стал борозду и дельцевый пашет капхи очень сильные хоть и замедленные поэтому когда мужчина такой сильный а женщина активная но деликатная это прекрасный союз они как вот эти пазлы сходятся вместе дополняют друг друга если женщина сильная а мужчина слабый опять мы возвращаемся к подчиненному положению это конечно такой союз очень сложный единственное что спасает этот союз это само сознание женщины от нее зависит все если она будет говорить это ты ничего не умеешь а я все должна решать то такой союз обречен что она начинает выполнять роль мужчины когда противоположное качество встречается они дополняют друг друга хороший конечно союз когда женщина пита капха а мужчина например чистый пита огонь она огонь и замедленно или наоборот он пита а женщина капха женщина замедленно стабильно преданно делает все вовремя воспринимает все не так эмоционально мужчина своим огнем своей энергии пробивает дорогу она идет за ним это очень тоже хороший союз поэтому как говорится первый союз от бога если кому повезло вот так что бог свел противоположное качество потом люди прожили там 50 лет в браке а им внуки говорят дедушка бабушка вот расскажите как вы умудрились и начинают рассказывать ну вот так то и так то на самом деле это не от них зависит так бог захотел поэтому второй брак как правило человек начинает анализировать то что было и второй брак безусловно намного сложнее чем первые мы не замечаем недостатков никаких то там проблем все хорошо во втором браке все не так ну а третье наверное еще серьезно далее мы рассмотрим поведенческую рассаяну слова рассаяна обозначает то что улучшает качество жизни то что омолаживает это травяные препараты известные многим например там шатавари рассаяна брахма рассаяна ашлаганка рассаяна но есть так называемые тонкие рассаянные или рассаяны поведения и вот это поведенческая рассаяна она позволяет поддерживать баланс ваты питы и капхи на уровне ума и на уровне чувств любой женщине правда честно скажу это рассаяна конечно же также актуально и для мужчин она включает несколько пунктов и они могут показаться очень наивными и такими естественными поэтому их и нужно воспринимать как то что мы и делаем в жизни когда вы видите подтверждение тому что беда говорит вас больше мотивации дальше так поступать первый пункт говорите всегда правду и по возможности сладкую правду есть такая хорошая история ведическая когда риша сидел на берегу ганга и медитировать и в медитации он слышит что сзади кто-то бежит и тяжело дышит когда наверх обернулся увидел что какой-то христианину убегает от кого-то он посмотрел и продолжит свою медитацию через некоторое время мы слышал уже топот нескольких людей которые берут и тяжело дышать он обвернулся и перед ним стояло там 10 разбойников с кинжалами вооруженные ну и старший из них говорит ты не видел здесь мужчину который убегал бы риша зная что нужно говорить только правду и в то же время он не хочет навести на след этого мужчины сделал такое движение он сидел позе лотоса приподнялся немножко так на руках чуть-чуть и на два сантиметра пересел и дальше он сказал пока я здесь сижу я никого не видел очень мудро если у человека онкозаболевание ему нельзя врать это в аспекте работы врача нужно найти такие слова которые будут очень деликатны очень мягкими но сказать ему правду пусть завуалированную правду нельзя врать далее второй пункт говорите о других хорошо говорите о других хорошо когда-то у махариши на лекции спросили ну а если нечего человеке сказать хорошим как о нем можно говорить хорошо тогда он помолчал и сказал тогда говорите хорошо о себе будьте свободны от гнева тоже махариши на лекции спрашивает ну как можно быть свободным от гнева но вот и там и там сплошные стрессы раздражения он сказал технология очень проста просто оставайтесь спокойно что тут можно добавить избегайте несдержанного поведения будьте спокойны и добры к людям поддерживайте чистоту данном случае чистоту тела чистоту мыслей чистоту духа будьте щедры и снисходительны уважительно относитесь к учителям и старшим будьте сострадательны придерживайтесь распорядка дня окружайте себя мудрыми людьми когда-то приезжали пандиды из индии мы им организовывали тур ну и в частности ехали там с киева в одессу с одессы днепр и украли взяли билеты им купе и один из пандидов сказал а есть лучшие вагоны да есть св следующий разберите только св или самолет мы так удивились почему потом он нам рассказывал что после всегда меньше вероятность встретить неприятного и немудрого человека лучше окружать себя мудрыми людьми даже вот таком теоретическом предположение придерживайтесь позитивного взгляда на жизнь практикуйте самоконтроль вот интересно самоконтроль в социуме мы контролируем себя достаточно жестко мы не позволяем себе а вот дома когда нет нужды скрывать что-то потому что тебя уже знают как бы дома мы дома более истинное поведение проявляем а если никого нет дома то есть никто вас не контролирует а вы не делаете то что вы обычно делали вот это как раз и есть не практиковать самоконтроль практиковать самоконтроль это значит следовать своим принципам любой обстановке и последнее посвятите свою жизнь развитию высших сознаний последнее что мы сегодня рассмотрим менструальный цикл для женщин безусловно эта тема очень важная для мужчин но есть и нет это не у нас к сожалению или к счастью почему к сожалению или к счастью сейчас вы поймете но женщины тоже некоторые относятся к этой функции как бы как какая-то наказание поэтому возникло много всяких сравнений там черные дни божья кара как-то еще называют ну правда же так и говорят а на самом деле веда говорит менструальный цикл это божественный дар женщине от бога да потому что сам менструальный цикл это показатель не только женского здоровья это показатель здоровья всей физиологии это очень жесткий механизм защиты защитный механизм почему я сказал жаль что у мужчин нет потому что мужчины лишены такого механизма защиты и это одно из объяснений почему во всех культурах во всех традициях во всех национальностях во всех странах мужчины живут меньше женщин везде везде средняя продолжительность жизни мужчин меньше чем женщин хоть развитое общество хоть там не очень развитое потому что а менструальный цикл это мощный механизм мощный путь поддержания чистоты физиологии женщины настоящий цикл нормальный цикл с позиции аюрветы длится примерно 28 дней или один лунный месяц и в этом цикле и в этом цикле и в этом цикле конечно же есть периоды 28 дней эти периоды это доминирование ваты питы или капхи в этом менструальном цикле первый период это период отторжения внутренней оболочки слизистой матки эндометрия обычно длится около четырех дней если у кого-то меньше или больше вы сразу не делайте выводы мы не можем все учесть примерно четыре дня и за это ответственно вата вот представьте себе газон который вы стрижете вы его постригли видите что газон отрастает более здоровый более густой что для него нужно солнце и вода примерно также происходит отслоение внутренней оболочки матки эндометрия и выведение естественным образом с менструальной крови вата опана вата и и стер опана вата ответственно за этот процесс выведения когда это слизистая вылилась наступает следующий период в менструальном цикле который подразумевает чистый период отторжение произошло яичники очистились слизистая чистилась новая этот период длится 10 дней и в нем доминирует капха капха ответственно за структуру если слизистая староглазь она же должна нарастать вот это нарастание то есть увеличение структуры за это отвечает капха этот цикл этот период длится примерно 10 дней и затем оставшиеся 14 дней то есть здесь 4 14 оставшиеся 14 дней это период доминирования пит и это период когда начинают скапливаться отходы со всей физиологии внизу живота попадая в матку и выводится с менструальной кровью в конце этого периода уже начинает присоединяться вата она еще не очень активно но не может быть так чтобы раз и сразу месячные какие-то предвестники вата начинает проявлять активность и когда она активна опять она выводит менструальную кровь с отходами в идеале во время месячных у женщин не должно быть боли не должно быть боли но женщины знают что для некоторых это просто бич некоторые не ходят на работу принимает обезболивающие так далее почему так происходит очень интересно боль это симптом ваты само отторжение слизистой конечно это физический процесс если это слизистая сухая то понятно что сухое более жестко отторгается возникает боли элементарное умасливание перед при интенсивное умасливание перед предполагаемым менструальным циклом не только уменьшает боль но может полностью женщина избавиться от этой проблемы это только один из примеров завтра мы будем рассматривать более подробно конечно вот когда тут пита накапливается а ты же не только менструальной крови пита во всей физиологии накапливается в том числе и в эмоциях и поэтому появляется раздражение потом месячные проходят и как бы раздражение да да конечно а в идеале также аюрведа говорит что сам само качество менструальной крови характеризует состояние этой функции у женщины ну такие деликатные вопросы мы женщинам это будет понятно идеально менструальная кровь должна быть чистой светлой и легко отстирываться от берега если менструальная кровь не отстирывается или оставляет пятна или имеет неприятный запах или сгустки это все признаки дисбаланса из баланса и вот так эти циклы повторяются от начала менструального цикла до его завершения в этом цикле лежит ключ к пониманию многих заболеваний таких например как эндометриоз или же дисминария или же аминария мы будем рассматривать эти вопросы завтра для того чтобы поддерживать эффективный цикл нужно не только умасливаться но и тем женщинам которых есть проблемы с работой кишечника принимать слабительное перед предполагаемым циклом потому что опана вата выводит же не только менструальную кровь но и кал мочу кишечные газы когда кишечник хорошо работает тогда и менструальный цикл протекает более легко это процессы абсолютно взаимосвязаны между собой поскольку опана вата все что вниз выводится управляет этими процессами вот это то что нужно сегодня поговорить о менструальном цикле а завтра мы будем говорить конкретно о дисбалансах женского здоровья с учетом конституции и природы самой болезни если есть вопросы давайте их обсудим да у меня есть вопрос по теме я встречал интересную информацию в интернете о том что люди длительное время практикующие сыроедение и фруктоедение вот конкретно женщин у них они избавляются полностью от менструальных циклов то есть насколько это нормально и вообще Сергей не был на предыдущих лекциях но тот кто был на предыдущих лекциях он знает и слышал сыроедение это прежде всего увеличение ваты отсутствие цикла в периоде от 15 до 50 лет является дисбалансом если у женщины нет месячных это дисбаланс это не признак здоровья если она не живет и не стоит полностью на духовном пути развития то есть у нее нет семьи нет половых отношений она живет в ашраме она медитирует она живет полностью в потоке тогда это исключение я говорю о мирских женщинах он мирских женщин зачать ребенка без месячных невозможно ну это женщина ну знаете на эту тему много есть олигодов и вы говорите мы же не можем это не подтвердить неоправедливо да есть просто множество очень много роликов именно конкретно от общества как бы людей которые на сыроедении очень много как бы женщин говорят об этом что сначала уменьшаются эти циклы потом они полностью уходят и очень много уже даже как бы женщин которые удачно перенесли беременность родили здоровых людей то есть без нейтральных циклов очень много тем не менее тем не менее я говорю так как я читал в ведах как у нас учили виды я такого никогда не слышал никогда поэтому думаю что тут очень много приукрашивания думает что можно вот правовое как его вот если это вот это то что она дома выращивают да да в зависимости от конституции если девочка там питовато можно смешивать топленым маслом смешивать как еду пол чайной ложки чайную ложку в зависимости от того какой цель если у девочки цикл есть но он нерегулярный можно и пол чайной если уже по всем признакам должен быть и никак не проявляется нужно и две чайные ложки добавить это только детям а взрослым в основном используется юноша до беременности скажем так в юношеском и в раннем женском периоде то есть в инфлоруме козла, да? ну там это не поможет там это недостаточно, говорите а масла холодного режима ты и сам ехает? да 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 директор Михайлович а еще вот девочкам подросток началась инструация очень умиленная очень болезненная вот это вата раздувает питу там нужно балансировать и вату и питу мы завтра будем об этом говорить еще вопросы? а скажите пожалуйста продукты для увеличения вертельности и козла грязи в детей про складывающие продукты я говорил топленое масло, молоко что это еще? мед и соки фреш ну надо учитывать конституцию если женщина капает конституцию и ей молоко не на первом месте ей лучше мед для ваты лучше топленое масло и для питы топленое масло соки в зависимости от того из чего там сделаны если это там сладкие и слишком соки больше для ваты, для капхи лучше такие сладко не очень сладкие или теркие там какие-то айву, гурму фреш соки айву вы мы вы купили Продолжение следует...